Режим повышенной готовности на территории Великовисочного сельсовета отменен. По информации Главного управления МЧС России по Ненецкому округу, на территориях населенных пунктов муниципального образования происходит значительное снижение уровней воды. Сегодня отметки ниже критических территорий поселения выходят из зоны потопления. Прогноз развития ситуации благоприятный. Итоги проведения противопаводковых мероприятий подвели на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством вице-губернатора Сергея Боенко. Как отметил Сергей Боенко, в этом году округ столкнулся с достаточно серьезным и длительным по времени паводком. Но благодаря оперативной и слаженной работе всех служб спасения и экстренного реагирования, а также ответственных лиц, удалось организовать правильное направление движения и подготовки противопаводковых мероприятий. Мы получили уверенность, что на территории способны взаимодействовать на всех уровнях. Я имею в виду федеральные подразделения, подразделения субъектового подчинения и муниципалитеты. Это очень важно, потому что такого не было на последние 7 лет, чтобы без каких-то вопросов все решалось оперативно и быстро. Сергей Боенко также отметил высокий уровень профессионализма окружных спасателей. Мы можем сказать, что по итогам этого паводка имеем оснащенную группировку сил помощи и спасения, способную выполнять задачи без привлечения дополнительных сил из соседних с нами регионов. Даже более того, мы часть сил можем держать в резерве. Подводя итоги паводка, были озвучены и проблемные моменты. По словам первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Нинецкому округу Владимира Антонова, необходима корректировка значения уровней неблагоприятных и опасных отметок по паводковым явлениям. Также он отметил на необходимость разработки карт с указанием уровней, при которых происходит подтопление придомовых территорий для конкретных населенных пунктов. Также хотелось бы отметить, что не в полном объеме обеспечена готовность пунктов временного размещения. Здесь скажу следующее, что у нас бичом на территорию округа являются те самые резервные источники питания, которые должны обеспечивать деятельность этих пунктов временного размещения. В частности, населенных пунктов, где у нас введены были режимы чрезвычайной ситуации. Не в полном объеме была подготовка социально значимых объектов к паводковому периоду. Те проблемы, которые были озвучены на заседании комитета, будут учтены при подготовке к паводку на будущий год.